Ребята, всем привет! С вами Кононова Аня, проект Фоберлик Онлайн. И в этом видео я вам расскажу пустышки семьи Кононовых. Пустышек действительно много, огромное количество. И сейчас мы их с вами будем смотреть. Ну, во-первых, смотрите, мы пока уезжали. Как вы видите, это чаи, которые выпила из расходового мама. Буквально за месяц мама, папа, девочки, Катюшка, дочка моя, да, старше 20 лет. И, конечно же, чаев много из расходовалось. Но в основном, как вы видите, любимый чай, это с ломтиками ананаса, семенами и чая. Он действительно очень вкусный. Один чай из расходовался с кусочками имбиря и медом, зеленый, очень вкусный. Вот, ну, в принципе, что могу сказать, мы полностью перешли на чай Фоберлик и давно не ходим в магазин покупать обычные вот эти вот чаи, да, там, Гордона, еще что-то там. Ну, что там еще бывает, какие чаи, уже даже забыла название. Далее, смотрите, такой вот чай фисташковый с ромашкой, самый любимый у нас у девочек, да, мужчины его особо не пьют, а вот девчонки очень-очень любят. Он прям вообще великолепный. Он идет как черный чай, но он такой нежный, легкий, классный. И действительно, очень у него приятное послевкусие такое вот, после него пить одно удовольствие. И он заваривается не супер-мега такой крепкий. Я могу на огромную кружку 400 мл заварить один пакетик и пить его, и прям кайфовать. Я пью его прям без сахара. Артикул 16.053. Далее, смотрите, вот это, конечно, каша больше всех нам понравилась с яблоком и фундуком. Прям больше-больше всех. Но у меня муж все каши ест. Я вот только почему-то эту люблю. У него такие крупные классные хлопья. Артикул 16.113. Плюс орешки похрустывают, плюс яблочко, да. И вот сами мы, конечно, тоже пытались такое приготовить, покупали крупные хлопья. Но вот что-то не то, что-то не так. Вот эта кашка все-таки вкуснее, чем самим готовить. Далее, каша мультизлаковая, земляника и кокосом. Даже если мы ее готовим на воде, она немножечко такая, знаете, рыхлая, сероватая, слипшаяся. И вот муж у меня такую ест. Я же могу поесть, но без аппетита. Артикул 116.112. Мужу нравится прям. Мужу никаких нареканий нет. Ну и смотрите, земляника и кокос, они идут как легкое послевкусие, а не основной вкус. То есть и легкий-легкий привкус у них есть. Вот, то же самое яблоко. Легкий-легкий такой привкус. Если бы я не знала, что на коробочке написано яблоко, я бы и не догадалась, что это каша с яблоком. То есть таким вот образом. Просто общий вкус, очень такой приятный и вкусный. Далее, конечно же, наши любимые батончики. Куда без них. Вот этот батончик мне очень нравится. Он в меру сладкий. Тут идет 4 штучки в упаковочке. Артикул 16.0.58. Очень вкусные. Которые раз их беру. Далее, кокосовые батончики. Ну, есть люди, которые вообще кокос терпеть не могут. Я люблю кокос. Люблю кокосовые батончики. И вот это вот с семенами чиа еле-еле такой сладковатый, приятный. Вкусненький, мягонький и очень даже сытный. Артикул 16.0.65. Подождите, 16.0.65, да. Что хочу сказать вот об этом, обо всем питании. Оно правильное, но без сахара. Оно прям полезное, да. Можно так сказать. Вот. Ну, мы то, что мы едим. Далее, сколько-то закончилось коктейлей. Мы коктейли пьем. Я активно худею. У меня есть минус. Но плюс ко всему я путешествую. Я занимаюсь спортом и так далее, и так далее. Конечно же, это не только с коктейлей. Чтобы вы не ели, чтобы у вас не было. Все равно нужно запускать метаболизм. То есть двигаться. Если вы не будете двигаться, метаболизм такой же будет медленный. И разжигать его, да, как говорится, как печку, да, подкидывать туда дров. Нужно не только едой, не только правильным питанием, но еще и движением. И гулять нужно как минимум час в день пешком. И вместо лифта использовать лестницы, конечно же. И заниматься хотя бы пару раз в неделю спортом. Что вот я сейчас и делаю. Я занималась три раза в неделю, но перешла на два раза в неделю из-за нехватки времени. Но совсем бросать не собираюсь. Это будет очень плохо, если я совсем брошу. Итак, два закончилось. Антон больше всего их пил, да. То есть два закончилось ванильных. И один закончился шоколадный. Я больше всего люблю клубничный. Но там еще 2-3 порции есть. Далее, как вы видите, как любит наша семья. Что-то вредное. Я начала заказывать кетчупы в компании Фаберлик. Они идут у нас с вами из помидорок черри. Такие сладковатые. Без ГМО, без крахмала, без сахара. С полезными пищевыми волокнами. И с солью с пониженным содержанием натрия. 35 калорий на 100 грамм он идет. Ничем для меня лично он от магазинского Хейнса не отличается. И вообще замена магазинского соуса на этот произошла абсолютно незаметно. Люди его как ели, так и едят. Но еще, конечно, на сайте он то есть, то его нет. Я так понимаю, компания Фаберлик не успевает наделывать. А на всех, потому что действительно со вкусом угадала очень хорошо. Классический кетчуп, как вы видите, мы кушаем больше. Шашлычный кетчуп мы кушаем поменьше. То есть, больше всего классический, конечно, нам понравился. Он идет 280 грамм. В общем-то, полезные штуки. Далее, конечно же, вот куча всяких вот этих батончиков. Я уже их перечислять не буду. А мы кушаем все вместе. Компания их часто очень дарит. За что ей огромное спасибо. Мы любим с мамой, с Антоном пить еще вот такой фитоконцентрат. Он тоже идет для похудения. Тоже разжигает метаболизм. Тоже очень полезный. О каком продукте вы хотите узнать получше, просто напишите мне артикул этого продукта. Вот, например, у этого 157.15. Вот видите, он подписан. 157.15. Я вам скину подробную аннотацию. Дальше. Крем. Тональный крем. К сожалению, я с ним... А, вот еще, да. К сожалению, я с ним не подружилась. У меня не получилось с ним подружиться. Потому что он... Я его отдала маме, да. То есть, ага, он уже закончился. Он был желтоват для меня и слегка окислялся. А вот мама, свекровь, она немножко потемнее. И ей вот это вот все дело понравилось. Да, то есть, тут, видите, он уже пустой. Все нормально. Поэтому для моей кожи он начинает желтеть примерно через полчаса. И цвет кожи не особо. А мама прямо от него кайфует. Две штучки тут идут по 15 миллилитров. Из одной выходит основа под макияж. Она впитывается. И потом вы наносите тональный крем. Шикарная штучка. Но не мое, к сожалению, не мое. Артикул 64-68. Но мама с удовольствием израсходовала. Далее, конечно же, мицеллярная вода для снятия макияжа. Она идет для всех типов кожи. Артикул 08-31. Уже появилась в новом формате. Эти остаточки будут допродавать. Но у меня их всегда бывает много. Я не жалею. Заказываю порой даже и по 5 штучек. Потому что крем без тоника. Деньги на ветер. Мицеллярная вода. Очень удобно всю косметику смывать. Далее, значит, восстанавливающий тоник для лица. Артикул 07-79. Мы с мамой вдвоем им пользуемся. Тут наши вкусы сошлись. И, как вы видите, три упаковки на трех девочек. Кремы. Кремы для тела. Так ими просто пользуемся. Массаж с ними делаем. К нам ходит массажистка. Тоже очень хорошо. Артикул 1277. Шикарный крем. Хорошо питает. Он идет, как тающее молочко для лица, рук и тела. Мы его используем именно для тела. Для лица у нас понятно, что уже антивозрастные кремы. Что хочется сказать про него. Это то, что он очень хорошо впитывается. Не оставляет никакой липкости. И какой бы слой на нас не был. Это шикарно. Особенно во время массажа. Это чувствуется хорошо. Как он питает. Как он увлажняет. Но, конечно, зиму на лето мы больше заказывать не будем. Хотя еще не все закончилось. Далее. Малафтелин. Это, конечно же, Викузька. Так. Значит, артикул у него 7912. Это кладезь. Да. То есть, от укусов комаров, от порезов, от всего-от всего. Ну и просто как хороший крем, который убирает морщины, тоже подойдет. 60 плюс кремчик, матриджейник, ночной крем-лифтинг каскадного действия. Сначала у мамы заканчивается дневной, потом у мамы заканчивается ночной крем. Это постоянно в разных обзорах, потому что на ночь она иногда устает и не следит за собой. А с утра у нее всегда она полна сил и энергии. Артикул 0758, поэтому ночные у нее хуже крема расходуются. Итак, что хочется сказать про него. Ребят, мама помолодела очень хорошо, потому что она ими пользуется не первый год. И действительно видно вот эту вот молодость уже лица, она у нее выходит. И причем мама тоже два раза в неделю занимается спортом. Ирина, наш тренер, она убрала ей немножечко горб. Из-за того, что горб брался, подтянулся животик, конечно же. И то есть она становится все лучше, все моложе. Но из-за того, что у нее сахарный диабет, ей, конечно, инсулинозависимый уже очень много лет. Ей, конечно, тяжело дается. У нее там не имеют руки, не имеют ноги. Конечно, мы ей и массаж оплачиваем, и спорт мы ей оплачиваем, мы не заботимся. Но все равно диабет берет свое, но она за собой следит. И даже при таком плохом диагнозе, при таких вот приступах, она все равно молодеет. Дальше, значит, что хочу сказать, это восстанавливающий липокрем для сухой кожи лица. Я прошла курс, прошла буквально три упаковочки его. Третья уже осталась. И вот если вначале кожа все съедала и жадничала, и говорила, о, да, давай, давай, то потом я просто уже на полупаковке остановилась из-за того, что я чувствую, что кожа больше не берет, ей хватит. Я уже научилась понимать свое лицо. Вот, хочу сказать, что штука действительно классная, но он идет не антивозрастной. То есть он восстанавливает целостность кожного барьера, нормализует гидролипидный баланс кожи, увлажняет, питает, смягчает кожу, балансирует микробиом кожи. Это все здорово, это все круто. Но антивозрастные кремы никто не отменял, потому что с ним процесс вот этих всех морщинок, он, конечно, не увеличился, но и он не начал уходить. То есть когда ты пользуешься хорошим антивозрастным кремом, прям чувствуется, что морщинки начинают уходить, лицо разглаживается, новые не образуются. Это же для меня просто временная штука, которая дает восстановить лицо, допустим, после отдыха. Можно восстановить лицо после отдыха, допустим, на море, в жаре, резкие какие-то перемены климата. То есть вот это вот на это направлено больше всего. Он именно восстанавливает сухую кожу, именно восстанавливает. А потом уже, когда он ее восстановил, кожа сама говорит, нет, все, хватит, я хочу антивозраст, я хочу что-то другое. Конечно, мы все и пьем, и едим, все разное, и понятно, кожа тоже самое нужна. Итак, дельтрансформер для лица, я делала с ним массаж лица, отличная штука. И наношу его еще перед макияжем, очень нравится. Почему трансформер? Потому что он идет, как бы при соприкосновении с кожей, превращается в воду, которая мгновенно освежает, очень сильно увлажняет и восстанавливает водный баланс. Прям шикарно. Вот, мне понравилась артикул 0875, особенно с ней делать массаж. Вот, этот крем, конечно, не дешевое удовольствие, но массаж с ним делать просто шикарно, шикарно. Вот, далее, 2-3 раза в неделю я сейчас пользуюсь гелем с каткой, то есть все скрабы, пилинги, еще что-то. Я практически все убрала, потому что мне ужасно понравилась вот эта вот с каткой Айсиол. Я прям кайфую с нее. Аромат, как она очищает лицо, она его не травмирует. И мне кажется, что эта скатка очень хорошо подойдет для возрастной кожи, которую уже нельзя скрестить, тянуть, да, то есть и так далее. Артикул 0851 отлично очищает лицо, мне хватает. Иногда я, конечно, делаю очищающие глубокие маски, но я их стала делать намного реже, когда появилась вот эта вот гель-скаточка для лица. Прям кайфую с нее, хотя эффект был не сразу чистой кожи, а примерно где-то, может, через полтора-два месяца где-то вот я начала замечать, что вот мне полностью хватает вот этого. Так, далее, стевия, пару упаковочек. Так, это сахарозаменитель, полезный сахарозаменитель, артикул 15677. Долго о ней говорить не буду, она в каждых пустышках. Любимый кондиционер Катюшкин. У нее длинные, не крашеные, не поврежденные волосы. И ей он очень хорошо подошел. Артикул 7724. Мне же он не подходит, он для меня слабоват. Он недостаточно питает мои пережженные, блондинистые волосы, которые я крашу каждые три недели. Мне он не подходит, потому что он слабоват. Вот, далее, это у нас идет детокс-скраб для кожи головы. Такой вот, после него такие волосы классные, да, то есть это первый этап очищения. И потом идет шампунь, да, то есть он у меня почему-то больше уходит, а этого меньше уходит. Ну, конечно, очень хорошо он убирает там супер, хоть псориаз и так далее, да, то есть отлично просто шлифует все это дело. И потом, значит, мы переходим для глубокой очистки шампунем пользоваться. И после глубокой очистки мне очень понравилось наносить наш с сапфировой пудрой шампунь, который идет для нейтрализации желтизны. Ну, просто отпад, просто здорово, ребят. В плане того, что цвет намного как-то вот изысканнее, лучше. И вот даже приехав после отдыха, я увидела, что я прям желтушная как цыпленочек стала, потому что солнце, море, оно все равно вот это выжигает цвет, какая бы супер краска не была. И все равно вот этот вот, ну, не как цыпленочек, конечно, но чувствуется уже, что не свежий оттеночек. И я эту процедуру проделав, снова стала красоткой, да, то есть сначала хорошо очистила волосы, кожу головы, да, то есть проскрабировала шампунем, убрала излишний жир и так далее, так далее, да. Все, что защищает волос от окраски, я убрала. И вот этот пигмент на себя нанесла, да, вот этот шампунь. Ну, что могу сказать, отличный эффект. Буду так же дальше делать. Ну, и, в принципе, как самостоятельный. Вот этот вот детокс скраб, у него еще есть шампунь, как вы поняли, и плюс маска. Когда я это делаю в дорогу, это просто кайф, ребята. Волосы чистые, могут продержаться 3 дня. Вот, даже если вы, например, вот как у нас было в жару, да, мы уезжали, нас забирали в 11 часов. У нас был выезд из отеля в аэропорт. И понятно, что мы пока из отеля заходили в машину, из машины потом выходили в аэропорт, мы вспотели. И все равно ощущение вот этого свежести, даже если вы вспотели, потом высохли, да, потому что в самолет садитесь, из самолета вылазите. Пока мы до Москвы в гостинице добрались, да, в гостинице у нас президент была, да, около памятника Петра, да, на реке. Но все равно чувствуется, что ничего не чешется, ничего не раздражает. Есть какое-то ощущение пролонгированной чистоты вот с этой вот линейки, да. Но, с другой стороны, вот этой линейкой нельзя пользоваться перед покраской головы, да. То есть можно вообще там повредить волосы. Этой линейкой нежелательно пользоваться, если вы после нее будете выходить на палящее там 40-градусное солнце, да. То есть вот ее лучше, ей пользоваться лучше, я так понимаю, зимой, или вот когда вы там 40-градусного отдыха прилетели домой, вот что-то такое, чтобы волосы не были вот так открыты прямо всем вот этим вот, да. Далее увлажняющая маска. Масок я вообще очень много израсходовала. Я на отдыхе все 10 дней пользовалась только масками, ребята, только масками. Никакие бальзамы, ничего, только масками. Ну, в принципе, они меня спасли. Вот, но их, понятно, я их уже сюда не привезла. Я расходовала, израсходовала 5 масок за 10 дней. Наносила потолще, получше, а то и даже 6 масок, потому что пару раз в день я голову все равно мыла. После бассейна обязательно надо ополоснуться, потому что там всякие дезинфицирующие растворы. После моря тем более надо ополоснуться, хочется смыть соль с головы, там, с волос, со всего. И понятно, что каждый раз по маске. И вот я с собой брала прям такую вереницу масок и один бальзам вот этот вот солнцезащитный. Я израсходовала абсолютно все, у меня ничего не осталось. И причем я не скажу, что я неэкономна была, да. То есть у меня, можно сказать, уходила по 2-3 маски в день, потому что пока после бассейна в душ на обед, потом после моря в душ на ужин. И получалось, два раза в день я все равно делала маски. А вот такой маски на мою длину волос, да, чуть ниже плеч хватает. У меня не густые волосы, ой, густые, но очень тонкие. Мне хватает на три раза вот такой масочки. Ну, вот сами считайте, сколько у меня ушло. И я их, да, я их брала с собой. Не вижу в этом ничего такого. А далее, значит, ну, спасли. Я прям делала разные масочки. Артикул 89-65. Это увлажняющая глиняная маска. Очень она мне нравится. Хотя она слегка так немножечко, чуть-чуть чувствуется, что она напитывает, утяжеляет. Что-то вот такое есть, какой-то немножко дискомфорт. Но мне было, понимаете, без разницы. Потому что я ее после обеда нанесла. До обеда, вернее, нанесла. Пообедали, надели купальник. Пошли, покупались в море. Пришли, я опять мою голову, да. То есть вот эти вот несколько часов. Но все равно невозможно. Вот как мне говорят, я там моюсь раз в неделю. Но невозможно. Я вот не могу так делать, да. Что раз в неделю в банке и все. Мне не получается. У меня голова от моря, от солнца, от бассейна, она чешется. Дома, да, я могу себе позволить через день помыться. Если я реально не заморалась, не вспотела, там ничего. Но раз в три дня я уже даже тоже не могу не мыться. Далее маска питательная для всех типов волос. Она чуть посильнее утяжеляет волосики, чем вот эта вот Дипаква. Но если ее долго-долго-долго смывать, то получается прям такой пролонгированный эффект таких кудряшек. У меня сами волосы вьются. Но из-за того, что они обесвечены, они как пак. И вот эта маска единственная, наверное, делает прям такие кудряшки классные, ухоженные. Потому что, ну, восстановились волосы. Вспомнили, да, какие они, да, вылупились из моей головы. До того, как их пережгли и начинают виться, да. Извиняюсь, конечно, что я так себя веду. Но хочется прям поподробнее объяснить. Артикул 82.12. Вот эта маска, у нее есть для кого-то минус. То есть для меня это плюс, потому что я обожаю такие яркие, насыщенные ароматы. Но она действительно, она не пахнет, она воняет, вкуснятиной такой воняет. Прям резкий такой запах у нее. Сильный очень, прям обожаю. Эта маска идет с кучей масел. Она идет, натуральных, ребята, масел. Она идет с арганой, авокадо, апельсинским маслом, аргинином. Кстати, у нас скоро крем с аргинином появится. Я уже по вип-новинкам крем с аргинином заказала, ребята. Ура! Она преображает волосы, наполняет их силой, роскошным сиянием. Вот, кстати, сияние, да, 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 глубоко воздействуя на структуру волоса. Вот мне эта маска чем нравится? Она единственная из всего ассортимента Фаберли. Еще есть с сапфировой пудрой маска, да, вот это вот для нейтрализации желтизны. Второй этап, вот она мне тоже безумно понравилась. И вот эта маска прям вроде бы как утяжеляет. Каждый день ее, ну, каждую помывку, вернее, головы ее не поделаешь, потому что вот через чур сильное питание. Но вот так изредка там пару раз за месяц сделать такую масочку вообще шикарно. Вот прям хочу на ней сделать акцент. Попробуйте, ребята, кто, конечно, не любит резкие ароматы, и вам лучше ее не пробовать. Далее, это мама израсходовала, я свой скраб не расходовала. Я вообще не скрабирую, не пеленгую, не скатываю, да, вот этой скаточкой лицо, когда я нахожусь на отдыхе, на солнце и так далее, потому что у меня просто сине-белая кожа. И такая кожа, она легко выдает пигментацию. Поэтому я боюсь, я боюсь все вот это вот делать. Я даже иногда смотрю, если я шлифую лицо, то я смотрю, будет ли дождь, например, завтра. То есть, чтобы под лучи солнца не попадать. Но хотя у меня все кремы SPF. Но у меня уже вылазила пигментация, я ее еле-еле поборола с помощью ISEOL линейки. Я, конечно, благодарна этой линейке. Пока она вот над губой у меня была сильная пигментация и около брови. И пока что у меня не возвращается, да, она. Но я все равно не хочу рисковать, и я все равно использую вот такие вот SPF-ки. Поэтому тонизирующий скраб-актив для тела. Он идет как антицеллюлитный, очень хороший, классный. Я его начала, только вот открыла и начала использовать, когда уже вернулась с отпуска домой. А во время отпуска никаких скрабов. Мне это строго противопоказано. Далее, как обычно, шоколадки, викины. Да, то есть тут уже бесполезно артикулы перечислять. Вы уже все их знаете. Вот это очень люблю выставлять на стол, очень люблю дарить. Все прям в восторге, потому что они так красиво оформлены. Обалдеть. Да, то есть, ну и вот такое вот все. Не знаю, сколько оно еще будет продолжаться в продаже на сайте. Это зимняя линейка, да, под Новый год. Но я прям с удовольствием покупаю свои викуськи. Далее, коралловый кальций. Must have. Да, must have. Артикул 153.92. Минеральная композиция для кондиционерной питьевой воды, чтобы она была качественнее. Поехали идти далее. Влажные салфетки. Вот это прям моя любовь-любовь универсальная салфетки. Люблю с ними прибираться. 115.50 артикул. Это обычные салфеточки. Очень много их израсходовали в дороге, потому что они приятный аромат и очищают хорошо. Артикул 22.15. Далее, восковые полосочки для депиляции. Я их в основном, ребят, использую на лицо, потому что мне сейчас ходит, я нашла нового мастера, девушка ходит драть меня целиком, как говорится. Поэтому я не, кроме лица, их нигде не использую. Дальше, значит, ежедневки. Ой, дневные. Ой, нет, как их назвать-то? Ну да, ежедневки, правильно я сказала, ежедневные. Вот, хорошая, классная, с неоновым чипом идут. Это очень важно. Карандашик. Так, да, такой вот он был клевый. Я чуть-чуть оставила. Мне очень нравился этот цвет, да, такой серо-коричневый, что ли, да. То есть очень нравилось тушевать его. Ну, я сейчас уже тут он помыт. Из этого так прям забирает, да, кисточка. Тоненькие такие классные тут были. Он мягкий, кстати, его можно сломать, да. Очень понравился. Артикул 5563. Заказываю еще. Далее, тушь Фаберлик. Все-таки я ее убрала. Вот эта вот кривая щеточка непонятная, которая мне пришла, я просто не хочу уже ей пользоваться. Я ее просто вот убрала из своего ассортимента. Хотя это одна из новиночек, да, 5683. Нормально красит, вроде бы как не сильно осыпается, но есть немножко, что она осыпается. Вроде бы не сильно склеивает реснички. В общем, все не сильно. Есть руки, накраситесь. Но если вот есть девчонки, которые, ну, не умеют сильно вот так хорошо краситься, им будет сложно накраситься этой тушью, потому что кисточка вообще непонятная. Она просто непредсказуемая. Вы посмотрите на эту кривизну. Прям хочу увеличить для вас, да. Посмотрите вот на эту кривизну. Я не поняла, что с ней, как ей пользоваться. Но я ей красилась. Я ей раз 5-6, можно сказать, накрасилась. И, в принципе, нормально все. Далее обалденная тушь для бровей. Вот такой вот у нее оттеночек, да. То есть насыщенный, такой теплый, шикарный. Мне он нравится. Я именно в такой цвет стараюсь красить свои брови. Да, то есть прям прикольная. Но она уже подсохла, начала компаковаться. Она и расчесывает брови, и закрашивает седину. У нас есть бесцветный гель для бровей, но бесцветный у меня лежит. И я им пользуюсь только тогда, когда мне мастер пришла и брови покрасила. А так, конечно же, 52-59. А я закрашиваю брови седину вот этой штучкой. Далее. Живицы мы выпили упаковки 3 за путешествие. Но я ее просто выкинула там в номере. Далее. Вот эту живицу пили у меня тут девочки мои дорогие. 157-28. Секреты Востока. Три баночки. 157-10. Как обычно, Секреты Востока. Это прям жизненно необходимо. Омега-3-6-9. Викузькина. 157-27 артикул. Она пьет ее очень много лет. Ну и, как вы видите, вереница детских кремов. Кремов, простите. И, значит, артикул 16-45. Нам делали массаж, курс массажа. И мы уехали. Я пустышки не сняла. То есть, до отъезда в Дубай мы с мужем делали курс массажа. Мы не делали вот всякими разными кремами от компании Фаберлик. Да, вот, например, такими, как зима и так далее. Вот. А мужу и дочке делали детским кремом. Детским кремом. И, в принципе, вот столько вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук ушло. Восемь штук ушло. Ничего тут не поделаешь. Далее. Парфюмерный дезодорант С-8. Он не антиперспирант. И муж его взял с собой. И мы поняли, что от него пахнет. Вот, если честно. И, конечно, очень разочаровались. Потому что они подумали, что мы взяли не то, что нужно. Я не вижу смысла в этом дезодоранте. Если есть такой парфюм, зачем делать дезодорант отдельно? Парфюм ровно столько же занимает место, сколько этот дезодорант. Не понимаю просто вообще зачем. Далее. Гель для бритья. У Антохли закончился. По-моему, его уже нет в наличии. Насколько я понимаю. 8147. Он ему очень нравился. И парфюмерный гель для душа. Он мне очень нравится. 8116. Я прям балдею от этого аромата. Далее. Дочки. Для легкости расчесывания волос. Очень нравится. Спрей для легкого расчесывания. Кошка Малина. Вот. Послушные волосы. Послушным принцессам. Артикул 2346. Двухфазный. Прикольный. Классный. Ухаживает заодно за волосиками. У Вики уже, наверное, надо будет обрезать. Гель для душа Нарцисс. Это новинка. Впервые у меня в пустышках. Ой, ребята. Я им не захотела мыться. Мне не нравится этот аромат. Прям не нравится. Прям фу. Горечь какая-то. Да. Ну, Нарцисс такой горький. Прям неприятный. Да. Хотя я люблю аромат Нарциссов. Когда они стоят у меня дома. Да. Такой сильный. Бьющий в нос. Классный. Я люблю. Вот. А тут что-то прям вообще. И его взяла. Я его не брала. Не брала. А у нас все стоит в одном месте. Там гель для душа. Шампунь. И мама подходит. Берет, что ей надо. Папа подходит. Муж подходит. Я подхожу. И вот как бы дочка. И все это в одном месте. И она схватила первой попавшейся. Открыла его и говорит. Господи, какая пакость. Но уже начала. Придется заканчивать. И вот они его домыли. В общем, честно вам скажу. Не понравилось. Артикул 2638. Очень резкий. Мощный. Неприятный. Горький. Аромат. Ну, прям Нарцисс. Нарцисс. Да, кому вот нравится. А вот это моя любовь. Каори. Парфюмерный гель для душа. Артикул 8114. Просто сказка. Очень приятный. Классно пенится. И мыться ему на удовольствие. Запах такой. Очень хочется такой крем для тела. Чтобы вся линейка была. Парфюмерная вода Каори. Гель для душа Каори. И крем Каори. Вот это было бы очень классно. Далее. Гельчики для душа. Авокадо и грейпфрут. Очень вкусные. Очень приятные. Значит, авокадо 24,51. А грейпфрут 24,54. Очень вкусные. Кожа не сохнет с них. В общем, все здорово. Далее. Шампунь Антона против перхоти. Артикул 1303. Классный шампунь против перхоти. Ему очень понравилось. Дальше. Пару гельчиков для подмывания. Артикул 1644. Они идут 0+. Но мы их до сих пор векуське заказываем. У нее еще молодой тельце. Нам всего лишь 7 лет. Я заказываю ей 0+. Да, для интимной гигиены. Это наша с мамой, с дочкой. Муж, он тоже пользуется. Средство для интимной гигиены. Артикул 8722. Ну и перейдем с вами, как обычно. Все мы моем, все мы стираем. Вот как, знаете, поделюсь с вами таким интересом. Регистрируется ко мне новичок. Говорит, хочу на бизнес. Я говорю, окей. Значит, да, то есть у нас доступ по обучению от уровня заказа зависит. Я говорю, если вы хотите боты, сайты, чаты, автоворонки, сразу начать качественно. У нас все это есть, конечно же. Говорю, давай. Давай, уже не первый год, кстати, есть. Говорю, давай, делаем 50 баллов, получаем объемную скидку. Я под тебя людей регистрирую. Я всегда помогаю, кто ко мне пришел. И не выбирает рост первой линии, а регистрируется веточка. Я всегда под ними веду веточку. И вот тут прикол, прикол в том, что они, девушка вот этого, да, с мужем, они уже пообщались, сказали, ой, так как тут нужно делать заказы, мы, наверное, не будем. И я такая сижу и думаю, господи, ты что, мыться перестала, стирать перестала, резко вот отправила данные и пожизненно стала чистая, и вещи у тебя не мараются. Даже пол с посудой мыть не надо. Вот так и вспомнила. И я ей взяла и задала такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы что, отправив данные регистрацию Фоберлик, вообще теперь не стирать, не гладить, не мыться, да, вот ничего не будете? И она такая подумала, подумала, может быть, ей был обиден, конечно, этот вопрос, но я просто вот уже не выдержала, мне стало интересно, почему оно так. И вы представляете, я смотрю, на следующий день у нее заказ на 120 баллов. Она поняла, она зашла на сайт, она поняла, она посмотрела, что, блин, косметика-то для дома биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. Есть обычный порошок, есть порошок для жесткой воды, есть детские кремы, витамины, омега, все есть, еда есть, полезные соусы есть. И она всего-всего на заказывала. И уже у нее есть даже доступ обучения к рекламе, ребят, да. То есть человек уже запускает рекламу, хотя буквально пару недель назад она вообще даже обиделась на то, что делает заказ. Мне, конечно, это интересно, но может это веет от того, что сейчас разные пирамиды и говорят, покупай площадку, не покупай продукт. Но с другой стороны, вы пошли в пирамиду, купили площадку, да, но продукт-то ведь все равно вам нужен. Вы же, купив площадку, голову мыть не перестанете. Мне вот эта логика вообще интересна у людей. Лишь бы в продукт не вкладывать. Ну, не вкладывай в продукт, купи инфопродукт. Допустим, у нас есть инфопродукт, 50 баллов, стоит 2000 рублей. Пожалуйста, покупай, мойся в магазине. Все равно ты пойдешь за шампунем, все равно ты его купишь, все равно ты больше мыть голову, ну, согласитесь. Вот. Итак, ну, в общем, что-то я о бизнесе прям заговорила. Итак, ребята, ультракондиционер для белья ароматерапия. Мой любимый, 118,53, пару штучек. Это на втором месте, нежный, 118,55, нежный, но очень яркий. Кондиционер для детского белья Викуськин, 115,16. Кондиционер для белья, вот заказала для разнообразия, я от него не кайфую, но как бы, ну, в общем-то, фиолетово, да, то есть такой вот аромат для меня, который прям вот как эти, не умиляет, но для разнообразия прикольно. 118,52. Два биогеля для очищения туалета. У нас два туалета, как вы помните, мы расширили квартиру, сделали 7 комнат. Вот биосредство моющие, мы моем только пол, артикул 10,897, с натуральными эфирными маслами, вот особенно аллергетики, прямо обратите внимание на это средство. Мы с ним начали мыть пол, мы как будто перестали чихать, потому что натуральное эфирное масло. Они, плюс ко всему, эти носик лечат. Так, пятновый водитель жидкий, очень мощный. Я его лью прямо в барабанную машину, я им, если что-то отбеливаю, то только в перчатках, только в перчатках. Они мгновенно выжигают, прям такие белые кругляши на коже. Нельзя ими просто так пользоваться. Концентрированный гель для стирки для белых тканей, средство для чистки духовок и плит, ну, как обычно, 3 штуки. Средство, штучка, мыть руки детские, да, детская мыть руки, раз, мыть руки, два, взрослые, мыть руки, раз, мыть руки, два. Очень нравится почему-то, вот. Знаете, я не люблю клубничное варенье, я вообще все варенье в априори не люблю. И вот, а вот тут аромат таких свежих ягодок, поэтому, может, я его и заказываю очень часто. Артикул 86-82, прям обожаю. Вот, далее отбеливатель, в HomeGnome Green для отбеливателя нет, но этот меня абсолютно устраивает, очень нравится. Артикул 328, штука классная, с ним можно и кипятить, и просто в машину ложечку кинуть, да, то есть, все, что хотите, с ним делайте. Тот способ применения, когда вы почитаете, просто бесконечный. Вот, ну и, конечно же, биокапсулы для посудомойки, как без них, как обычно, и стиральные порошки, целая батарея. Ну, все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Это были пустышки, бесконечные пустышки. Всем пока-пока-пока.